Порядок ввоза в Республике Молдова Порядок в Республике Молдова Как вы, как ваше настроение давно с вами не виделись у нас в эфире? Да, действительно, прошло где-то, наверное, около месяца И вы действительно правильно отметили, что очень часто граждане сталкиваются с проблемами при пресечении границы Наверняка многие слышали информацию, что периодически в аэропорту кто-то из наших граждан Республики Молдова Кто-то из иностранцев сталкивается с тем, что просто-напросто изымаются достаточно крупные суммы денег Почему? Потому что они не выполнили свои обязательства по декларированию этих сумм Поэтому, естественно, что надеемся, что после прослушивания этой информации, которую сегодня предстоит разобрать По крайней мере, все станет на свои места и вы будете информированы Светлана Андреевна, скажите, пожалуйста, для чего устанавливается особый порядок пересечения имущества через границу И каким законодательством он регулируется? Самое главное, что здесь необходимо помнить Если вдруг забудете даже название, по крайней мере, в любом поисковике задаете вопрос ввоз и вывоз из Молдовы То есть сразу же появляется название закона Республики Молдова, который называется Закон о порядке ввоза в Республике Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами Это закон 1569 от 2002 года Именно этим законом устанавливается порядок перемещения физическими лицами товаров, предметов личного пользования, автотранспортных средств через таможенную границу Республики Молдова Я думаю, что все знают и понимают, что каждое государство, естественно, сохраняет свою экономическую безопасность в том числе Следит за дисциплиной в области предпринимательства в том числе Поэтому, конечно же, защищает своих производителей и многое другое Поэтому были установлены вот такие правила Законом о порядке ввоза и вывоза с территории Республики Молдова имущества физическими лицами Поэтому просто-напросто этим законом предусмотрено конкретное количество тех или иных вещей Допустим, сигареты, алкоголь, сколько это должно быть, что разрешается и что разрешается тоже Но необходимо задекларировать это первое Второе, естественно, уплатить таможенные платежи То есть фактически, еще раз повторяю, что это сделано в целях соблюдения безопасности, экономической безопасности непосредственно граждан Республики Молдова Так, Светлана Андреевна, хотелось бы узнать, что конкретно можно ввозить и вывозить Вы чуть-чуть коснулись, что это могут быть предметы личного пользования, товары, либо что-то другое О каком имуществе идет конкретно речь? Мы бы хотели у вас подробнее узнать Давайте просто-напросто перечислю конкретно Если кто-то не запомнит, еще раз повторяю, что можно найти эту информацию непосредственно в приложении к закону о порядке ввоза-вывоза имущества физическими лицами Если мы говорим о пиве, пиво солодовое, максимум 5 литров Вина виноградная, натуральная, включая окрепленные и так далее, максимум 2 литра Сигареты-сигары 50 штук, сигареты из табака и вользаменители 200 штук, то есть не 200 пачек, как таковых, а максимум только непосредственно в количественном выражении 200 штук Если мы говорим о топливе, это только то топливо, которое находится непосредственно в резервуарах транспортного средства, то есть в баке Изделия из кожи, дорогие принадлежности, дамские сумочки 3 единицы Натуральный мех, изделия из него, 1 единица Одежда, принадлежности одежды, трикотажные, машина ручного вязания, 3 единицы Одежда, принадлежности одежды, текстильные, 3 единицы Обувь, 2 пары, вычислительные машины и их блоки, 1 единица Это имеется в виду всего на одного человека Смартфон и прочие телефонные аппараты, 2 единицы Аппаратура звукозаписывающая, 1 единица Аппаратура видеозаписывающая, видеовоспроизводящая, 1 единица Записывающие видеокамеры, 1 Аппаратура приемная, 1 единица Оптические, фотографические, кинематографические инструменты и аппараты, 1 единица из группы Часы всех видов, 3 Очки, защитные очки, аналогичные оптические приборы, 4 единицы То есть фактически это то имущество, которое можно ввозить физическими лицами без уплаты таможенных платежей. Во всех остальных случаях, то есть если у вас будет превышено, ну допустим, очков вы ввозите не 4 пары, а 10, в этом случае вы рискуете заплатить, в смысле вы обязаны заплатить таможенные платежи. Ну а если говорить непосредственно об определениях, что же такое здесь имущество, здесь несколько позиций может быть. Во-первых, это имущество, то есть те товары, предметы личного пользования, транспортные средства, все это идет под понятием имущества. Непосредственно товары, это любое движимое имущество, предметы, другие ценности, в том числе валютные ценности, то есть это и ценные бумаги. Это в том числе, посмотрите, товарами являются природный газ, электрическая, тепловая энергия, транспортные средства. К предметам личного пользования относятся, ну понятно, личная одежда, обувь, парфюмерия, средства гигиены, например, косметические средства. Но всего этого должно быть, скажем так, в небольшом количестве, то есть достаточно для личного потребления. Ну понятно, что это вещи, скажем так, будут разнородного качества, ну не знаю, допустим, одна блузка, одна кофта, одна юбка и так далее. Опять же, конечно же, у таможенных органов могут возникнуть вопросы, если у вас 10 одинаковых блузок, 10 пар обуви и так далее. Естественно, что эти вопросы возникнут и станет необходимостью платы таможенных платежей, плюс еще и штрафные санкции, возможный путь до конфискации этого имущества. Что касается транспортного средства, то это естественно, что любое транспортное средство, которое находится на постоянном учете, в том числе в другом государстве, которое используется для международных перевозок товаров пассажиров, сюда же относятся в том числе и контейнеры, и другие транспортные оборудования. Наши многие граждане, имея родственников за рубежом, достаточно часто используют такую услугу, как передача посылок. Всем хорошо известно, что выходцы из Республики Молдова продолжают скучать по продуктам, которым привыкли. Это наша любимая брынза, труша и так далее. И очень часто мы имеем возможность воспользоваться помощью тех или иных водителей, которые передают данные посылки. Так вот, в этом случае данная посылка будет являться таким понятием, как несопровождаемый багаж. То есть самого собственника, владельца этого багажа нет, вы передаете его без сопровождения собственника. Поэтому, естественно, что тот же водитель берет на себя ответственность, и он должен четко знать и понимать абсолютно, иметь информацию о каждом предмете, который там находится. И все эти предметы должны быть именно до такого количества, которое было названо. Это первое. Второе, никаких запрещенных предметов там быть не должно, естественно. Ну и вы предупреждаете, что если вдруг что-то и превышает, то, следовательно, чтобы у сопровождающего лица фактически была возможность оплатить непосредственное пошлое. Что касается культурных ценностей, также периодически, ну, например, мы говорим о какой-то помощи, подарке, благотворительности. Например, предметов религиозного культа для того, чтобы построить, открыть церковь в том или ином селе. В этом случае тоже, значит, нужно знать, иметь понятие, что собой представляет этот предмет, какова его ценность с точки зрения как произведения литературы, допустим, искусства, науки, культуры, религии. А насколько оно старое, насколько оно древнее, то есть какова его действительно ценность. Почему? Потому что иногда под видом там репродукции пытаются передать иконы 15-16 века, допустим, естественно, что это недопустимо. Это представляет культурную ценность для государства, естественно, что просто так данная вещь не проедет без специального разрешения. Ну, а что касается автотранспортных средств, то понятно, что это любая служащая машина для перевозки пассажиров багажа и грузов. Естественно, что к ним также предъявляются некоторые вопросы, то есть каким образом та или иная машина пересекает границу по чьим управлением. Просто-напросто напомню, что просто так завозить на длительное время тот же автомобиль на сегодняшний день запрещено в том смысле, что есть, во-первых, устанавливается и определенный срок нахождения на территории Республики Молдова транспортного средства, зарегистрированного на территории другого государства, это раз. Во-вторых, необходимо точно так же заплатить специальные пошлины. И после установленного срока эта машина должна покинуть территорию Молдовы. — Достаточно понятно, Светлана Андреевна, вот сколько денег иностранные валюты можно вывозить, либо вывозить, тоже бы хотелось подробнее узнать. — В принципе, что для ввоза, что для вывоза. Все наши граждане Республики Молдова, граждане иностранных государств, то есть будем использовать общий термин физическое лицо, то есть это касается абсолютно каждого человека в отдельности. Они просто-напросто, все должны запомнить главную сумму. Фактически, что вывозить с территории Республики Молдова разрешено валюту в сумме не превышающей 10 тысяч евро на человека. То есть, если у вас с собой деньги, ну вы едете на отдых, например, ну мало ли, для чего вам нужны деньги. Просто-напросто помните, что если у вас на одного человека, то есть вот одного человека в сумке, в руках, неизвестно где, но тем не менее с собой есть, до 10 тысяч евро в эквиваленте. То есть это могут быть любые денежные какие-то знаки, но если их перевести в евро, то это будет до 10 тысяч евро. Следовательно, вы спокойно пересекаете границу. Если у вас уже 10 тысяч 500, следовательно, вот эти вот 500, к этим 500 евро, значит, будут вопросы. Я привела пример, что в аэропортов периодически встречаются достаточно такие неприятные казусы, когда всю сумму, которая превышает установленный этот лимит, государство просто-напросто конфисковывает. То есть человек остается без денег. Даже, тут мы ничего не говорим о том, насколько он их законно-незаконно заработал, не заработал. Главное, что у него должна быть, скажем так, эта сумма, я имею в виду, вы можете перевозить любую сумму, в принципе, но все, что свыше 10 тысяч, должно быть в обязательном порядке задекларировано. То есть вы подходите в таможенные органы и подаете декларацию. Вы не проходите через зеленый коридор, а вы в обязательном порядке заполняете декларацию. Естественно, вы определяете точно ту сумму, с которой вы пересекаете границу, вы выплачиваете таможенные платежи и только потом уже непосредственно продвигаетесь дальше. Если вы этого не сделаете, то вы рискуете остаться без денег. Скажите, пожалуйста, Светлана Андреевна, вот какой установлен порядок декларирования имущества? То есть вы коснулись немножко задекларирования. Да, здесь мы говорим о, скажем так, письменной декларации, устной декларации фактически. В каком контексте? То имущество, которое перемещается через таможенную границу физическими лицами, как я сказала, что оно подлежит обязательному декларированию в соответствии с законом, в соответствии с таможенным кодексом, естественно. Если это происходит ситуация при ввозе имущества, не сопровождая багажа на таможенную территорию, то физические лица, перевозчик обязательно порядка декларирует, их уплачивает, естественно, ввозные платежи таможенному органу, который расположен в пункте пропуска через государственную границу. То есть фактически заполняется специальный бланк, который называется декларация. Андреевна, у нас первый звонок по приветствиям слушателя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Какой у вас вопрос? Я из Чедерлунги хотел бы задать вопрос такой. Какие мы имеем права как потребители? Дело в том, что я купил стиральную машину, год гарантии ее был два года, но она у меня поработала пять месяцев. Отдал я ее на ремонт в Кишинев. Ну и неделя прошла, вторая неделя, третья, не все, неделю, подождите, неделю, уже три месяца прошло. И теперь как мне быть? Я, например, не хочу, отказываюсь от нее, от этой стиральной машины. Но имели я право взять за вот эти вот деньги, четыре тысячи я за нее платил, другую стиральную машину. Потому что, как я вижу, они не могут ее отремонтировать. А все тянут неделю, за неделю, за месяц, месяц, уже третий месяц прошел, а у меня стиральной машины нет. Скажите, пожалуйста, когда забирали у вас машину, составили акт, в каком состоянии она была? Ну как, когда приехали ремонт брать, я им дал все документы, что она работала полгода. Хорошо. Все как положено, кладки, бумаги, все в печати, все как положено. Какие документы вам выдали в ответ? Ничего не выдали, ее как погрузили, это в магазин Кихаяла я брал, ну тут у нас. Ай-яй-яй, очень, скажем так, у вас хоть что-то осталось в оригинале? Ничего, мы же, ну вот это вот все, я же отдаю туда, в барабан поставил, в пакетик все, их накладные, как срок годности, как кто ее сделал, эту машинку. Я же должен отдать эти все документы. Нет, вы не должны были отдавать все эти документы. Почему? Потому что эти документы ваши, ячейки и все остальное. Ни в коем случае. Это уже для всех остальных, вы, к сожалению, немножечко здесь совершили ошибку. Просто-напросто, посмотрите, здесь самое главное отношение регулируется законом о защите прав потребителей 2003 года, в него вносили массу изменений. Фактически у магазина было всего лишь 14 дней, в течение которых, в принципе, магазин уже должен был произвести экспертизу, то есть необходимо было определить причину поломки, но, естественно, они должны были составить акт в обязательном порядке, то есть когда вы обращаетесь в магазин и отдаете обратно ту или иную технику для ремонта, составляется акт, что такой-то, такой-то в магазин или такая-то, такая-то мастерская забрали такую-то, такую-то модель такого-то состояния на ремонт. Этот акт остается у вас в руках для того, чтобы, ну, скажем так, иметь доказательство того, что вы действительно обратились. Почему я сказала ай-яй-яй? Потому что сегодня достаточно, при отсутствии документов на руках, естественно, вам очень сложно будет доказать факт покупки, факт того, что эта машина действительно была у вас в руках, и тем более сложно будет требовать другую машину или возврата средств. Еще раз повторяю для всех информацию. Все самые главные документы, чеки и так далее в обязательном порядке хранить. Хранить ровно столько, сколько, скажем так, каков установлен срок гарантии, срок службы. Есть еще другое понятие. Если вдруг что-то происходит, даже, как в вашем контексте, максимум копия. Копия, которая, опять же, мог снять сам магазин в обязательном порядке, а не вы отдавать свои документы. Сейчас, на данном этапе, попробуйте, во-первых, подойти в магазин. Пока еще есть обязательства, что каждый магазин или торговая точка, или точка предприятия по оказанию услуг, они обязаны иметь книгу жалоб и предложений. В этой книге жалоб и предложений сделайте запись о том, на что вы жалуетесь. На то, что машина, вы находите в ремонте больше трех месяцев, нарушаются ваши права потребителя. И вы требуете в срочном порядке предоставить вам информацию по тому, почему, скажем так, так долго раз. И, во-вторых, что вы требуете уже либо другую машину, либо возврат средств. Просто-напросто постарайтесь вернуть назад все те документы, которые у вас были на эту машину. Только в этом случае вы будете иметь право на либо возврат средств уплаченных, либо на получение другой машины. Вот это важно. То есть даже тот же ремонт, понимаете, просто так, допустим, ну не три месяца, конечно же. Я так и могу предположить, почему три месяца, потому что просто-напросто вы все отдали сразу с машины, и они прекрасно понимают вопрос отсутствия доказательства. Просто, скажем так, теоретически магазин в течение 14 дней должен определиться с причиной поломки. На время, теперь еще одно право потребителя, на время ремонта магазин предоставляет другую машину. Это может быть другая марка, но главное, чтобы потребитель не испытывал, скажем так, нужды. То есть поломалась стиральная машина, дают другую стиральную машину. Это может быть было неважно, главное, чтобы она была в работающем состоянии. Поломался пылесос, следовательно, на время ремонта пылесоса предоставляется другой пылесос. Это еще раз повторяю, право потребителя. Опять же, в определенные сроки законом должен быть произведен ремонт, и если вам вернули после ремонта и машина, или тот товар, который вам предоставили, опять же, ненадлежащего качества, плохо работает, в этом случае вы имеете право требовать возврата средств, либо замены на другой товар. Поэтому в вашей ситуации, еще раз, самое главное, ключевое, вернуть документы, которые вы отдали, и потом уже требовать. Это первый момент, книга жалоб и предложений. Второй момент, обращайтесь в агентство занятости, ой, извиняюсь, сегодня просто контактировала с агентством занятости, в агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком. Если не ошибаюсь, телефон в Кишиневе 022-515151, три раза 51. И высказывайте свою проблему на сайте, есть специальный сайт у них, consumator.gov.md. На этом сайте также можно подать претензию, то есть жалобу на эту торговую точку. Еще раз напоминаю всем нашим телезрителям, радиослушателям, сохраняйте всегда документы. Просто делайте копию того или иного чека, гарантии, допустим, и прикладывайте эту копию с жалоби, но не отдаете оригиналы. Желаем слушателям и зрителям быть внимательными в этом плане и не совершать ошибок, чтобы потом не было негативных последствий. Светлана Андреевна, мы с вами вернемся к нашей теме и к декларированию имущества в устной форме. Да, я остановилась на том, что в пункте пропуска через государственную границу необходимо задекларировать. А что касается вывоза... Светлана Андреевна, очередной звонок у нас. Давайте примем снова. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Какой у вас вопрос? Вопрос такого рода. Через таможен. Что можно провести? Я имею в виду, поехал к родственникам, скажем, в Румунию или в Украину, увидел более дешевые запчасти или резину на машину, на трактор, там, приобрел. Могу я перевезти через границу, через таможенную или нет? Можете. При наличии, посмотрите, ну, те же запчасти, да, вы приобрели. Ну, я не специалист, я не знаю, допустим, колесо. Ну, понятно, что, может быть, не очень хороший пример. Например, ну, допустим, колесо, у вас максимум там их 4 штуки. Если будет 8, то это уже вопросы. Но самое главное, вы, приобретая тот или иной товар, то или иное имущество за рубежом, вы должны обязательно сохранять, опять же, чеки. Почему? Потому что общая стоимость вот такого имущества, которое не предназначено для коммерческой цели, не должна превышать 300 евро. Вот считайте, вы приобрели там те же запчасти, чтобы стоимость не превышала 300 евро. Спасибо за разъяснение, Светландрина. Да, не слышно, значит, больше. Поэтому, да, возвращаемся. Опять же, опять же, вопросы нужно, то есть любой товар. Декларируйте. Да, мы декларируем либо письменно, либо устно. Если устно, то есть это для тех товаров, которые, в принципе, вывозите в страну в качестве предметов личного пользования, либо другое имущество, которое не превышает 300 евро, как я уже сказала. Это если вы с собой везете наземным транспортом. Если вы используете воздушный или морской транспорт, то тут стоимость чуть-чуть больше, 430 евро. Опять же, то есть это то имущество, два условия. Во-первых, стоимость общая, наземный транспорт 300 евро, 430 воздушным, то есть самолетом евро. И видно просто-напросто, что эти предметы не предназначены для коммерческой или производственной деятельности. Ну, как и привела пример, что у вас с собой, допустим, только одни духи, нам пример такой-то, фирмы и другие духи другой фирмы, просто для личного пользования. И вы не везете 10 коробок сразу. Светлана Андреевна, у нас очередной звонок, сообщает оператор про пюристов. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Какой у вас вопрос? Будьте добры, я хочу задать вопрос. В данное время я в разводе с супругом. Скажите, пожалуйста, в течение скольких лет после развода я могу подать на раздел имущества? Скажите, пожалуйста, у вас есть общее имущество, я так понимаю? Да, да. Вы вместе строили дом или так далее? Да, да, да. Значит, посмотрите, раздел имущества производится максимум в течение трех лет после развода. Максимум в течение трех лет после развода. Опять же, что касается раздела, тут я почему-то уточнила. в отношении недвижимости особенно. Потому что у вас уже одна вторая принадлежит вам, одна вторая супругу. Что касается раздела, чаще всего решаются вопросы конкретно. Что кому остается? Ну, допустим, одному остается дом, другому машина. Ну, я утрирую, но по стоимости примерно поровну должно быть. Одному остается стиральная машина, другому газовая плита. Поэтому, если вы вдруг не делили ничего, то в любом случае одна вторая принадлежит по одной второй каждому супругу. Другой вопрос, который часто возникает, да, это одна вторая, то есть это понятно, в натуре деления. Имеется в виду, например, дом. Левая сторона, правая сторона. Но это другой судебный процесс. То есть вы это можете сделать мировым соглашением, то есть определиться самостоятельно. Вы из случаев споров можете обратиться в судебную инстанцию, чтобы суд уже помог вам определить конкретно. Комната номер один принадлежит вам, комната номер два принадлежит супругу. И, допустим, между ними там где-то устанавливается стена и оборудуются отдельные входы. Это уже раздел в натуре, то есть совершенно разное. В раздел, как таковое, супружеское имущество происходит максимум в течение трех лет. Если больше? Если больше, то вы просто, как я сказала, что одна вторая, и так уже ваша, одна вторая его. Ага, после трех все равно одна вторая остается. Да, да. Просто вы идеальные доли, так называемые. То есть вы не знаете, где конкретно, точнее, ну, еще более утрирую, сколько вилок ваших, сколько ложек его. Может быть, вот так вот. Спасибо вам большое. И опять же возвращаемся к нашей теме. Значит, что если в отношении вывозимых из страны товаров, то здесь сумма чуть-чуть больше тысячи евро, значит, не должна превышать, опять же, эти товары не должны быть предназначены для коммерческой производственной деятельности. Что касается предметов бижутерии, то получается, что без уплаты, таможенные платежи можно ввозить максимум до пяти единиц, независимо от их стоимости. Не знаю, там, броши, кольца и так далее, максимум пять единиц. Ну, и то имущество, которое ввозится из Республики Молдова, вывозится с ее территории посредством международного почтового отправления, точно так же декларируется в письменном форме. И точно так же к почтовым посылкам существуют, опять же, свои требования. Спасибо большое за разъяснение предыдущего вопроса. Светлана Андреевна, идем дальше с вами. И мне бы хотелось узнать, как осуществляется ввоз имущества на территорию нашей страны, Республики Молдова? То есть, какими правами обладают физические лица в этом плане? Здесь, опять же, нужно запомнить главные цифры, то есть, сколько можно. Еще раз, получается, что в отношении предметов личного пользования, пожалуйста, едем на отдых, конечно же, везем с собой тапочки, купальники, все остальное. Видно, что это предметы действительно необходимы для человека в отдельности. То есть, он будет пользоваться только ими в отдельности. Здесь не нужно ничего уплачивать, не декларировать, то есть, фактически, вы провозите свои вещи спокойно. Что касается ввоза всего остального, значит, то, конечно же, вы имеете возможность купить, ну, например, тот же шоколад где-то фирменный, не знаю, пряники, кому что нравится, пахлаву, да, что у нас там еще, рахатулуком из Турции, ну, не буду больше делать ни к ничему рекламу. В этом случае, смотрите, еще раз постарайтесь запомнить. Для того, чтобы просто-напросто не было у вас проблем при пересечении границы. Да, вы едете домой, но просто-напросто рискуете остаться без того товара, того имущества, которое вы купили в подарок, в том числе, родственникам. Поэтому и нужны, чтобы вы сохраняли чеки, иной раз даются и другие документы кассовые, значит, которые подтвердят, общую стоимость вашей покупки. Еще раз повторяю самые главные цифры. 300 евро для товаров, которые ввозятся через наземный транспорт, 430 евро для тех товаров, которые ввозятся, используя воздушный и морской транспорт. И еще раз, что это имущество не принадлежено для коммерческой производственной деятельности. Поэтому, если вдруг, значит, скажем так, стоимость этого товара превышает эти установленные лимиты, то взыскиваются таможенные платежи со всей стоимостью. Например, 320 евро. То есть не берется только 20, как разница, а вся стоимость. Светлана Андреевна, еще очередной слушатель либо телезритель у нас на линии. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Какой у вас вопрос? Я хочу вам задать один такой вопрос. Пожалуйста. Я инвалид второй группы онкобольной. В 2017 году сделали мне операцию, дали вторую группу. И прошло несколько время, я как бы уже в возрасте пенсионном, и с этого перешел на пенсию. Но льготы мне не оставались. Я это хотел уточнить. А какие льготы? О каких льготах вы говорите? Ну, а вот когда я это получал, тогда было транспортное, тогда все, я поэтому и хотел уточнить. Посмотрите, тут немножечко, как вам сказать, разные понятия. Вы перешли на пенсию по возрасту, но у вас-то степень утраты трудоспособности сохранилась, я так понимаю? Я дома, я никуда не хожу. Нет, я имею в виду, что у вас у вас вторая группа, она у вас пожизненная? Ну, нет, никак пожизненная. 17-го, 19-го я перешел, не получилось. Это надо было 7 лет, и тогда. Сама группа у вас еще есть? Нет, я ее не получаю. Как я перешел на пенсию, сразу забрали. Нет, нет, не то вы понимаете. Посмотрите, когда вы сказали, что у вас была вторая группа, следовательно, вы обращались к врачам, так ведь? У вас было решение, квэш, может быть, я не помню, как в разные годы по-разному называлось, консилиума по определению жизнеспособности. То есть, вам давали какой-то сертификат, какой-то документ, который определял, что у вас вторая группа, Ну да, да, были. Вот на какой срок давали этот сертификат? Сколько срок действия его? А, срок действия, знаете, вот год прошел, опять сдаешься анализы все, они идут с Кичнёв, с Кичнёв, решают, и снова ты получаешь. То есть, вам каждый год продлевали? Да, да, да. Последний год, последний раз, когда продлили? Ну, это было в восемнадцатом году и больше, а потом... А потом вы не обращались? Да, я больше не обращался, я в девятнадцатом уже перешел на пенсию. вот теперь самое главное, посмотрите, дело в том, что здоровье здоровьем, а пенсия, это совершенно другое. Дело в том, что существует два, три даже, три вида пенсии, денег, то есть, почему, по каким причинам платятся деньги. Либо это пенсия по возрасту, либо это пенсия по утрате трудоспособности, то, что мы называем пенсия группа, либо пенсия по случаю потери кормильца. То есть, фактически, вы выбрали вид вот этого денежного довольствия, не знаю, как по-другому сказать. Ну да, потому что там было меньше, а тут больше. Вот, у человека, абсолютно правильно, да, у человека есть право выбора, какую пенсию предпочесть, пенсию по возрасту, либо пенсию по ограничению возможностей. Другая ситуация, дело в том, что, почему я сказала, здоровье здоровья, то есть, если у вас здоровье действительно, есть проблемы, вы должны были продлевать, то есть, вы должны были дальше обращаться к медикам и продлевать эту группу. Продлевать. То есть, а если вы этого не сделали, то естественно, что вы лишились всех видов тех компенсаций, которые вам выплачивались. Если вам продлевали более шести раз, то есть, шесть раз по году, то тогда вы имеете право на пенсию пожизненно. То есть, нужно обращаться к медикам. Ну, ясное дело. Значит, мне надо бы остановиться снова в группу и тогда. Да, именно так. Потому что, если вы просто-напросто немножечко запутались, и поэтому так получилось, вы должны снова обращаться к медикам. Если у вас до сих пор проблемы со здоровьем значительные, да, вам сейчас в пенсионном возрасте не установят степень, но само, скажем так, то, что у вас есть инвалидность, они установят. Ну, и как-то я немножко обращался, я извините, но они мне сказали восстанови, как бы, группу, и тогда мы будем себе платить. Вот, вот все правильно. Вы просто перепутали сами понятия. Поэтому нужно обращаться к медикам, сделать диагностику своего состояния здоровья, определять, действительно есть проблемы. То есть, вы будете получать свою пенсию вот по возрасту, и будете пользоваться теми льготами, которые дают уже статус ограничения по здоровью. Потому что я пенсию получаю, я также ее буду получать. Конечно, конечно. А просто будет это... Плюс, да, плюс определенные выплаты, компенсации и все остальное. Хорошо, тогда семейному врачу мне надо. Да, абсолютно правильно. Все, спасибо. И вам спасибо. Рады, что вы разобрали свои ситуации. Я желаю вам только успехов. Да, почему я задаю такие уточняющие вопросы, потому что действительно очень часто люди путаются. Еще раз, еще раз для всех. Посмотрите, государство обеспечивает так называемое социальное страхование согласно Конституционного статьи 47 Конституции. Конкретно социальная помощь ситуации болезни, вдавства, потери работы, допустим, и так далее. То есть, государство помогает вот в силу возраста, например, да, достиг человек возраста нетрудоспособности, значит, государство выплачивает пенсию по возрасту. Человек заболел. Государство выплачивает либо больничный, например, либо пенсию по ограничению возможностей, если определена группа. Ребенок остался без содержания родителей. выплачивается пенсия по случаю потери кормильца, например. Это касается и взрослого человека, в том числе, нетрудоспособного. Поэтому просто-напросто в те или иные ситуации государство оказывает социальную помощь. Но хочу предупредить, что на сегодняшний день это, скажем так, социальная помощь, она фактически является палочкой-выручалочкой. То есть, она временная в том смысле, что, да, пенсия устанавливается уже дальше пожизненно. Почему? Потому что человек заработал на нее фактически. А что касается того же больничного, допустим, установлены сроки, в течение которого можно быть на больничном. Что касается того же социального пособия, тоже установлены правила, что долго на иждивении у государства находиться нельзя, должен отрабатывать с этой трудоспособной, должен выполнять, искать, находиться в поиске работы и получать эту работу и так далее. То есть, здесь уже сугубо конкретные, скажем так, по времени расписанные меры. Благодарим за разъяснение, Светлана Андреевна. Но, опять же, вернемся к нашей с вами теме ввоза имущества, вывоза, вернее, и ввоза в Республику Молдова. Да, очень часто, ну, часто, к сожалению, да, часто возникают ситуации. Почему говорю к сожалению? Потому что просто-напросто, когда проедешь по нашим селам, да, в конце концов, и в городах, в городах замечаешь и становится очень дико и жутко, как много брошенных домов, когда люди просто-напросто в силу разных причин переезжают жить на постоянное место жительства куда-либо. Так вот, в принципе, если вы собираетесь вывозить свое имущество, то есть, независимо от того, сколько его, я не знаю, все, всю обстановку дома, например, собирает куда-то в другую страну, следовательно, вы вывозите это все на постоянное место жительства без уплаты таможенных платежей, но у вас должны быть соответствующие документы, то есть, вы должны доказать, что вы переезжаете на постоянное место жительства, вы снялись, допустим, с учета Республики Молдова, либо вы получили наследство в Республике Молдова, а сами являетесь жителем другого государства, то есть, фактически, вы можете без ограничения перевозить эти предметы, это имущество, если вы переезжаете на постоянное место жительства, либо вы получили наследство здесь, в Республике Молдова, но при обязательном наличии подтверждающих документов, это правило, если вы получаете что-либо посредством международного почтового отправления, наши всевозможные сегодня Alibaba, Joom и все возможные, да, AliExpress, значит, то здесь действует правило, не более 300 евро для, опять же, почтовых отправлений, перевозимых наземным транспортом, 430 евро для воздушного транспорта, еще раз повторяю, даже если вы заказали какой-либо товар, максимум, большая часть переезжает воздушным транспортом, максимум 430 евро, что касается коммерческих сделок, то здесь уже 200 евро за одно отправление, опять же, те товары без уплаты таможенных платежей, товары, которые не носят коммерческий характер и не превышают установленные законодательством количественные пределы, максимально превышают стоимость не более 200 евро, как раз, что касается этих Joom и всего остального, опять же, эти товары должны быть разрешены, то есть, у вас будут проблемы, если вы заказали какой-либо огнестрельное оружие или еще что-либо, это не разрешается, те же холодное оружие, нож какой-либо, вам придется все это декларировать, и опять же, общая стоимость максимально 200 евро, все остальное, все остальные товары вам придется декларировать в обязательном порядке, то есть, вы должны определить, для чего вам это имущество, каким образом будете использовать, и насколько оно включается в перечень разрешенного имущества. Астана, скажите, пожалуйста, как осуществляется вывоз имущества с территории нашей страны, то есть, Республики Молдова? С территории нашей страны чуть-чуть, скажем так, больше стоимости разрешается. Здесь могут физические лица имеют право вывозить территорию Республики Молдового имущества, опять же, независимо от стоимости, в том числе, через международные таможенные платежи при условии его декларирования, то есть, и уплаты, естественно, таможенных платежей. Что касается имущества, которое предназначено для коммерческой производственной деятельности, то здесь максимальная таможенная стоимость не должна превышать 100 тысяч евро. Опять же, при условии соблюдения мер экономической политики, уплаты, допустим, таможенных платежей, декларирования в установленном порядке. То есть, здесь что имеется в виду? Прежде чем вообще начать пересечение границы, вы должны сначала обратиться в таможенные органы, получить разрешение на данный товар и только потом уже пересекать границу. То есть, если этого сделаете заранее, просто опять же рискуете остаться без этого имущества. Что касается имущества, которое предназначено для коммерческой производственной стоимости, деятельности, таможенной стоимость, которого превышает 100 тысяч евро, то это имущество может быть вывезено с территории Молдовы только хозяйствующими субъектами, то есть не физическими лицами, а только теми предприятиями, которые зарегистрированы государством качественным субъектом предпринимательской деятельности. Только у них максимум, то есть больше, чем 100 тысяч евро, это уже для предприятий. Светлана Андреевна, у нас есть звонок, поприветствуем слушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Андреевна, я с Кангаза Дюэнжи, опять со своим септиком, не убран еще септик. Скажите, пожалуйста, я в рамках передачи смогу убрать этот септик? Нет, конечно. С прошлого года я с июня месяца имею письменное видение с примарей, что примаре подаст суд на эту душку, соседку. Давайте не будем называть в прямом эфире ни одни фамилии, потому что все-таки у вас скорее всего имеется на руках, все-таки это нужно видеть. Дело в том, что примаре может рекомендовать раз, скажем так, рекомендовать тем или иным субъектам что-либо выполнить, раз. Во-вторых, если примаре действительно скажем так, обязана что-либо сделать, то она это сделать обязана, вы просто-напросто либо обратитесь в госканцелярию, которая проверяет деятельность местных органов власти, госканцелярия, либо обращайтесь в суд. А кто это госканцелярия? Это такой орган, орган власти, который контролирует решения наших местных органов власти. Огай, спасибо. Надеемся, что вы сможете все же разобраться. Просто в рамках передачи мы точно эту проблему не решим, здесь конкретная ваша деятельность, то есть вы непосредственно должны решать этот вопрос с вашей примарией, то есть действительно ли, если они вам ответили, что они обязуются и так далее, установленные сроки, значит они естественно должны выполнить свои эти обязательства. Потому что все то, что давайте так скажу, в отношении тех же септиков, просто чтобы закрыть вопрос, если септик находится у вас во дворе, на вашей собственной территории, главное здесь, то есть вы можете хоть 10 септиков себе устраивать, главное, чтобы они соответствовали установленным требованиям. Почему? Потому что есть фактически сугубо строительные нормы, правила, которые предусматривают, каким образом септик должен быть оборудован, то есть как он цементируется, все остальное, закрывается, как правило есть. Что касается очень часто наших граждан не устраивают септики на улице, за воротами, например, своими. Вот тут нужно знать, что вся земля, даже если она примыкает непосредственно к вашим заборам, воротам, вся земля, которая на улице, это уже публичная земля, естественно, контролирует ее использование, это местные органы власти. Поэтому для того, чтобы устроить тот же септик, в конце концов, вы получаете разрешение на аренду земли, то есть выполнены ли эти условия вашей соседкой, тоже нужно знать. Если эти условия, то есть если не получено разрешение на использование земли, то есть не получена аренда, не выкуплен, допустим, этот кусочек земли на улице, следовательно, это нарушение, за это нарушение примария имеет возможность привлечь к администре, правонарушительной ответственности, сегодня так называется. Это уже фактически дело примарии. Если они этого не сделали, то налицо просто-напросто разбазаривание публичных средств, то есть не эффективное использование публичных средств, поэтому естественно, что примария просто-напросто будет меньше средств собранных в качестве налогов и платежей, а во-вторых рискует нарушить законность. Поэтому естественно, что главным органом, который обязан следить за чистотой, порядком и всем остальными моментами, связанными с использованием публичного имущества, еще раз повторяю, следит примария. Спасибо, Светлана Андреевна, за информативные ответы и дополнения некие, но есть еще вопросы, но в рамках нашей программы, которая уже, к сожалению, близится к концу. Есть ли какие-либо правила в отношении ввоза и вывоза предметов из бижутерии и драгоценных металлов и камней и культурных ценностей, что касается их? Что касается предметов бижутерии из драгоценных металлов и камней, здесь действуют правила. Без уплаты, без декларирования ввозите максимум 5 единиц. Все, что свыше, независимо от стоимости, значит, то уже, пожалуйста, ввозите, что хотите, главное, чтобы вы задекларировали и выплатили таможенные платежи. Что касается вывоза, то точно так же вывозите до 5 единиц неоднородных, как я уже сказала, кольцо, броши, колье, например, и так далее, что касается всего, то, что превышает установленные лимиты, но не превышает стоимости 10 тысяч евро, значит, в этом случае при условии уплаты таможенных платежей. Фактически, то есть, если это для личного пользования до 5 единиц, все, что превышает установленное количество и установленную стоимость до 10 тысяч евро, следовательно, уже платим. Что касается культурных ценностей, то, естественно, что здесь просто-напросто нужно первоначально иметь документы, подтверждающие сам факт того, что этот предмет действительно можно вывозить с территории республики Молдовы или можно ввозить на ее территорию, поэтому нужно иметь при себе разрешение компетентного органа-отправителя. Опять же, при этом должны быть обязательно уплаченные таможенные платежи и задекларирован этот товар. Если, может быть, кто-то вспомнит, был как-то скандал со скрипкой Страдивари, которая принадлежала скрипачке, и, если не ошибаюсь, только через год она сумела эту скрипку себе вернуть. А есть ли какие-нибудь пожелания нашим жителям на исходе нашей программы? Быть внимательными, просто-напросто не надейтесь на авось, в том смысле, что авось пронесет, авось не заметят. Если вы собрались на отдых, если вы приезжаете откуда-то, просто-напросто не поленитесь, загляните в общие рекомендации, просмотрите, по крайней мере, требования законов для того, чтобы ваше поведение полностью соответствовало нормам закона, и не иметь проблем. Благодарим вас, Светлана Андреевна, за подробные ответы, что нужно соблюдать, что нужно знать касательно вывоза и ввоза из Республики Молдова и на территорию Республики Молдова. Надеемся, что наши жители будут внимательны и не совершат ошибок в этом плане, и все будет хорошо. Республики Молдова, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин